Так, следующий доклад, обобщенный действием на топологических пространствах. Докладчик Геворкян Павел Александрович. Дорогие студенты, уважаемые участники конференции, пока загружается мой файл, я хотел бы поблагодарить организаторов конференции за приглашение посетить прекрасный город Ташкент и принимать участие в этой замечательной конференции. Я очень рад, что эта конференция, конференция по топологии, происходит в стенах Ташкентского государственного педагогического университета, поскольку я сам представляю такой же университет, ведущий педагогический университет России, Московский педагогический государственный университет. Я надеюсь, что в ближайшие дни у меня будет возможность обсудить с руководством Ташкентского педагогического государственного университета вопросы сотрудничества двух наших университетов. Ну а теперь я перейду непосредственно мою докладу. Если получается, пожалуйста. Спасибо. Значит, тема моего доклада – это обобщенные действия татологической группы на татологических пространствах. На самом деле, этой темой занимались очень много татологов, в частности, занимались в узбекской татологической школе. Поэтому надеюсь, что вот эта тема заинтересует присутствующих вот участников. Итак, мы знаем, что когда группа Г действует на татологическом пространстве, то из этого следует, что вот данная группа Г непрерывно и гомоморфно отображается на, или вы, группу гомоморфизмов данного татологического пространства Х. А это значит, что любая действующая на татологическом пространстве Х, это, по сути, является подгруппой, ну, скажем, с точностью до факторизации по действию, по единому действию. Это является подгруппой гомоморфизмов татологического пространства Х. Ну, а если действие эффективное, то тогда эта группа в точности является подгруппой группы гомомоморфизмов татологического пространства Х. Итак, группа гомоморфизмов татологического пространства, это, по сути, является источником действий групп на данном татологическом пространстве. Если хотите, это и есть хранилище групп, которые могут действовать на данном татологическом пространстве. На языке алгебры группа гомеоморфизмов топологического пространства Х это по сути является группой обратимых унарных операций на данном топологическом пространстве Х Унарная операция это просто непрерывное обображение, а обратимость как раз таки в данном случае будет означать гомеоморфизм А что если мы рассмотрим на топологическом пространстве не просто непрерывное отображение, которое обратим, а мы просто рассмотрим инарные операции Итак, пусть Х произвольное топологическое пространство, следующее слово, пожалуйста x-произвольное топологическое пространство и любое непрерывное отображение из x² в x, из x на x в x, назовем непрерывной динарной операцией. Итак, мы имеем множество непрерывных динарных операций топологического пространства x, обозначен через c2x. Ну, это множество превращается в топологическое пространство, если мы рассмотрим на нем компактно круглую топологию. Ну, на этом множестве, если мы хотим сделать здесь или выделить какую-то группу, естественно, мы сначала на этом множестве должны определить операцию, ну или скорее композицию. То есть в случае групп гомеоморфизмов там все просто. То есть композиция двух гомеоморфизмов тоже является гомеоморфизмом. Ну, а как здесь определить все-таки композицию двух непрерывных отображений? Они же из x² в x. Ну, оказывается, что здесь все-таки и тем не менее есть хорошая композиция. Хорошая в том смысле, что из этого потом получаются, на самом деле, интересные вещи. Две непрерывные отображения, которые из этого топологического пространства. Вот композицию двух отображений, которые тоже должны быть вот из этого множества, да, из этого пространства. То есть должен быть вот таким отображением. Стало быть, вот φ композиция, f композиция φ на dx мы определяем таким образом. f на d, потом φ на dx. Несложно заметить, несложно доказать, любой студент это сделает, что вот пространство c²x является топологической полугруппой вот с такой единицей. И это x равняется x, вторая координата. Ну, и это называется топологическим мануэр. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, мы имеем топологический мануэр. Ну, для того, чтобы здесь выделить группу, мы должны рассматривать всевозможные, все обратимые непрерывные бинарные операции. Так вот, вы очевидно, непрерывная бинарная операция, f называется обратимой. Если существует такая непрерывная бинарная операция, мы обозначим через f минус 1. Так что вот их композиция, в предыдущем смысле, мы только что определили, что это такое композиция, вот это равняется единице, которую мы там называли, вот так, единицей, да? И это x равняется x. Вот если f имеет, вот если существует f минус 1 с таким свойством, тогда f называется обратимой, но они называются взаимно обратными, бинарными операциями. Итак, в множестве всех бинарных операций мы выделили класс обратимых бинарных операций. Давайте этот класс, вот это семейство, обозначим через h2x. И очевидно теперь, что h2x является группой. Итак, мы получили с каждым топологическим пространством x, мы связали некоторую группу обратимых непрерывных бинарных операций, которая является в понятном смысле аналогом группы гомеморфистов. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, естественно, возникает вопрос, а какие, собственно, было бы неплохо знать, какие непрерывные бинарные операции являются обратимыми? Вот если мы с каждой бинарной операцией свяжем вот такое отображение, f2 из х в х, и которое определяется таким образом, значит, мы фиксируем t в пространство x, и определяем вот отображение из х в х, f2, которое определяется очень естественно, f2 от х это и есть f на tx. Вот теперь несложно доказать, что если непрерывная бинарная операция является обратимой, то тогда вот все эти отображения будут гомеморфизмами пространства x. Ну, возникает вопрос, обратное верно или нет? Если для некоторой бинарной операции мы имеем, что все вот эти, как-то, являются гомеморфизмами, будет ли следовать из этого, что это является обратимой? Ответ нет. В общем случае это неверно. Ну, однако, обратное верно, когда у нас пространство x локально-компактное и локально связано. Следующий сектор, пожалуйста. Вот, пусть пространство x локально-компактное и локально связано, вот все вот эти, прожженные, вот эти отображения f2, ну, далее f, ну, предполагаем, что бинарная операция, непрожженная бинарная операция, и вот все эти f2 являются гомеморфизмами. Тогда вот это f, да, обратимая бинарная операция. Ну, и так мы получаем критерии обратимости бинарной, непрожженной бинарной операции для локально-компактного и локально связанного пространства. Вот здесь вы видите эту теорию. Это просто тогда и только тогда, когда, то есть, соответствующие вот эти отображения, здесь являются гомеморфизмами. Следующий сайт, пожалуйста. Так, ну, для того, чтобы потом прийти, на самом деле, к новому действию группы генопространства x, давайте все-таки посмотрим, как, что из себя представляют вот эти группы обратимых непрожженных бинарных операций. Ну, во-первых, можно сразу заметить, что вот эта группа обратимых непрожженных бинарных операций является естественным расширением групп гомеморфизм. То есть, вот в этой теории так и написано, что группа всех гомеморфизмов hx, топологический вопрос, транс-3x, изоморфа, ну и алгебраический, и топологический, некоторые подгруппы, группа обратимых бинарных операций h2x. То есть, мы получили новую группу, шире, чем у нас имелось, да? Группа вся гомеморфизм. Следующий сайт, пожалуйста. Так, и наконец, мы имеем описание, полное описание групп обратимых непрожженных бинарных операций на языке гомеморфизмов. Хотя и группа гомеморфизмов является подгруппой группы обратимых бинарных операций. И тем не менее, оказывается, что если x-локальный компакт нелокально связан, тогда вот эта группа h2x изоморфно-алгебраический, топологический, группе вот всех непрерывных операций из пространства x в группу гомеморфизмов. Но опять, везде мы берем, вот там, где имеем дело с группами с пространством отображения, имеется в виду компактно открытая топология. Вот такое описание. И, кстати, мы должны задаться вопросом, а вот эта группа обратимых непрожженных бинарных операций является ли топологической группой? Ну, как и в случае групп гомеморфизмов, это не так. Вы, наверное, помните, что группа гомеморфизмов не всегда является топологической группой. А вот когда x-локальный компакт нелокально связан, то вот эта группа является топологической. Точно то же самое происходит и здесь. Если x-локальный компакт нелокально связан, то группа обратимых бинарных операций является топологической группой. Этот факт, конечно, можно доказать напрямую, как в случае групп гомеморфизмов. А из этой теоремы это тоже следует непосредственно. Поскольку h2x гомеморфизмов на топологический, алгебраический вот этой группе, hx, поскольку x-локальный компакт нелокально связан, является топологической группой, они сложно доказать, что пространство отображения из топологического пространства в топологическую группу сама является топологической группой. Вот, пожалуй, доказательства вот этой теоремы, исходя из этой теоремы 5. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, мы имеем группу обратимых непрерывных бинарных операций. Стало быть, наверное, можно определить действия группы на топологическом пространстве x, новое какое-то обобщенное действие, которое соответствовало бы вот именно этой группе h2x. Что значит соответствовало бы? То есть действующая группа уже была бы под группой именно этой группой. Ну, как определить это действие? Вот здесь в определении вы видите. Непрерывное отображение альфа из g на x квадрат в x называется бинарным действием топологической группы на пространстве x. Если выполняются вот эти условия, вот эти условия, да, но я не буду читать, вы видите. И тогда второе, как gx альфа, называется бинарным для пространства. Вот эти условия принимают более простой вид. Если мы введем вот обозначение, что альфа на gx1x2, это есть просто gx1x2. gx1x2, тогда вот эти условия древа, вот, примут вот такой вид. И вот это напоминает, или в точности есть, как раз таки композиция двух бинарных операций. Следующий слайд, пожалуйста. Если имеется бинарное действие группы g на топологическую пространство x, тогда для произвольного g можно определить такое неправильное отображение альфа g из x квадрат в вот такой формулы. Альфа g надо их сравнять с альфа g это x. И тогда несложно доказать, что вот это соответствие, которое каждому элементу группы g ставит в соответствие вот такую бинарную операцию, вот это соответствие является гомоморфизмом из группы g в группу обратимых непрерывных гинарных операций топологического пространства x. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, теперь, естественно, вы имеете примеры. Какие из примеров гинарного действия группы g на топологическом пространстве x. Ну, давайте рассмотрим топологическую группу и определим непрерывное отображение альфа g на g квадрат в g, ну, и из g куба в g, да? Ну, здесь вы видите, вот это ваша группа, вот это наша группа, а вот это пространство из x квадрат в x. Вот это действие, неправильное отображение, давайте определим вот этой формулы, вы видите. g на h1, h2, это есть h1, g h1 минус 1, h2. Не сложно проверить, что вот это определение, вот это действие на самом деле удовлетворяет условиям бинарности действия группы на пространстве. Вот. И так мы имеем, вот, пример бинарного г-пространства. Ну, теперь заметим, можно заметить, что вот это действие удовлетворяет вот этому условию, вот этому равенству. Вот это равенство, естественно, называть дистрибутивным, да? Вот такие действия, которые удовлетворяют вот этому равенству, называются дистрибутивными. Ну, почему дистрибутивными? Ну, понятно, если мы здесь вместо h, мы предположим, что это произведение, точка, да? А вот g это плюс, тогда вот это равенство можно считать таким образом. x умноженное на x шлиф плюс x два шлифа равняется x на x шлиф плюс x на x два шлифа. Ну, то есть, закон дистрибутивности. Так, следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот предыдущий пример, на самом деле, показывает, что группы обратимых непрерывных генарных операций весьма богаты дистрибутивными подгруппами. Борее того, любую татологическую группу можно рассматривать как дистрибутивную подгруппу, подходящим образом выбранной группы обратимых непрерывных генарных операций. То есть, вот справедлива такая теорема. Любая татологическая группа является дистрибутивной подгруппой некоторой группы обратимых генарных операций. Эта теорема является генарным татологическим аналогом классической теоремы Келька. о представлении произвольной конечной группы в норме операции, то есть, как симметрическую группу. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, еще второй пример. Смотрим. Значит, у нас имеется общая линейная группа, группа матриц. Вот эта группа бинарно действует на пространстве РМ. Ну, вот, пожалуйста, обрети вот это отображение. Из вот этого произведения РМ формула такая. А у нас матрица, Е единичная матрица, А на Х, Y равняется Е минус А на Х плюс А, Y. Можем проверить, что вот так определенное отображение является бинарным действием вот этой группы, общей линейной группы на н-мерном векторном пространстве РМ. Следующая матрица. Ну, итак, мы имеем бинарное д-пространство. Для того, чтобы получить категорию, мы должны еще определить соответствующие морфизмы, то есть, так называемые эквиворядные, а в данном случае давайте назовем бинарные эквиворядки или пи-эквиворядки неотображения. Вы должны взять два пространства, бинарные, да, Г, Х, Альфа и Г и В. Непровольное отображение, Ф из Х-овых, называется бинарным эквиворядком, если выполняется вот такой разница. Вы видите, Ф, Г на Х1, Х2 равняется Г на Ф, Х1, Ф, Х2. Ну, дальше уже можно доказать, что все бинарные Г-пространства и пи-эквиворядные отображения составляют категорию. Вот эту категорию обозначим через Г-ТОП-2. Теперь, наверное, было бы естественно, если бы мы показали, что это на самом деле является, это новая категория, и является расширением классической эквиворядки категории, то есть категории Г-пространства, эквиворядка отображения. Но для этого мы должны показать, что любое Г-пространство на самом деле является также бинарным Г-пространством. Ну и так, у нас есть Г-пространство. На Х определим бинарное действие. Бинарное действие определяется очередным образом. ГХ1, Х2 равняется просто ГХ2. То есть мы берем на каждом слое, мы просто рассматриваем одно и то же действие. Вот такое бинарное пространство, естественно, называть триальным бинарным Г-пространством, поскольку там несложно заметить, что когда бинарное Г-пространство, на каждом слое у вас имеются разные действия. И смысл в том, что вот эти разные действия склеиваются по непрерывности. А это тривиально, поскольку на каждом слое просто одно и то же действие. Итак, любое Г-пространство является также бинарным Г-пространством. И можно доказать, что если между Х, И, 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 если они классические Г-пространства, и там есть эквавариантное отображение, если их рассматривать как бинарное Г-пространство, то вот это же отображение будет бинарным эквавариантным. Таким образом, мы получаем, что бинарное Г-пространство и эквавариантное отображение, вот эта категория, шире, чем категория Г-пространств и эквавариантных отображений. А на самом деле, вот цепочка вложений, которая имеет место. Ну, мы знаем, что категория патологических пространств есть подкатегория Г-пространства, то есть Г-топ. А это, мы только что заметили, что является подкатегорией вот это бинарное Г-пространство и эквариантное отображение. То есть мы получили вот такую новую категорию. Следующее, пожалуйста. Так, ну, теперь все-таки индуцированное действие. Сразу, вот только что мы сказали, да, вот что, если на Х имеется бинарное Г-пространство, если Х бинарное Г-пространство, то с помощью этого одного бинарного действия можно определить семейство обычных действий. Вот, пожалуйста, мы берем произвольное, фиксируем произвольное из Х и определяем обычное действие группы Г на пространство Х. Вот такой формулы. Альфа-Д на Х равняется альфа-Г-Т на Х. Ну, то, что я только что сказал. Вот у вас Х, если вы рассматриваете как квадрат, вот берете здесь по первому координату, фиксируете, фиксируете некоторое Т, и здесь получаете некоторое действие альфа-Т. Поменяли Т, вы получили пространство Х, но с другим действием. То есть бинарное Г-пространство, можно сказать, это есть семейство Г-пространств Х, которое склеено по непрерывности. Которое склеено по непрерывности. Вот. Следующий сайт, пожалуйста. Ну и только что было написано, да, одно действие, повторяю, бинарное порождает семейство обычных действий. Это уже хорошо. Поэтому построить бинарное Г-пространство, я сразу скажу, что это будет непростым делом. Дальше. Так, да, да. Все, есть. Значит, и так. Ну и еще одно действие. Смотрите-ка, у нас имеется бинарное Г-пространство. Вот сразу возникает и сходство. А это не то же самое, что Г-пространство. Нет, это не совсем так. Смотрите. Ну, однако, как любому бинарному Г-пространству, можно поставить в соответствие естественным образом некоторое Г-пространство. Только что мы поставили в соответствие семейство Г-пространства. Каждый слой это Г-пространство. А любому бинарному Г-пространству можно на самом деле естественно поставить в соответствие одно обычное Г-пространство. Но это обычное G-пространство уже будет не X, а X на X. Вот здесь сказано. Если у вас имеется вот такое бинарное G-пространство, тогда можно определить действие обычное на пространстве X на X. И вот действие вот такое. Вот то есть альфа словной GX1 GX2, это есть X1. То есть на слое дальше уже происходит то действие, которое там на самом деле имеется. Таким образом мы получаем всего лишь ковариантный функтор из G-пространства 2 в категорию G-пространства. Ну естественный такой-то ковариантный функтор. Следующий вопрос. Вот что происходит с инвариантными множествами. На самом деле здесь очень много интересных вопросов. И вот что происходит с инвариантными множествами. Инвариантное множество, можно догадаться, как нужно здесь определиться. Ну сначала давайте рассмотрим произвольное множество A, которое лежит в X, и произвольный элемент G. Ну G умноженное на A, наверное, мы должны понимать в таком образом. Это есть множество всех вот таких элементов G, A1, A2. Где A1, A2 пробегает вот это множество A. Ну и если у нас не один элемент из группы G, а некоторое подможество, тогда G умноженное на A вот такое множество G, A1, A2. Где A пробегает вот это множество G, A1, A2, множество A. И подможество A называется инвариантным, в смысле бинарного действия, если G умноженное на A равняется A. То есть если вы элементами группы действуете на всевозможные пары A1, A2, вы не выходите за рамки этого множества. Ну вот возникает вопрос. Ну в эквариантном случае понятно, да, на пересечении инвариантов это есть инвариантное множество, на объединение тоже инвариантное. Вот здесь оказывается, что пересечение инвариантов, да, является инвариантным подможеством, но вот объединение двух инвариантов не является открытым инвариантным. Ну пример, который был, если мы рассмотрим вот второй пример, когда общая линейная группа действует на РМ, Там любая точка является инвариантом. Можно просто по форме смотреть, а xx это есть x. Но объединение двух точек не является инвариантом. Более того, объединение двух точек, если действовать всевозможными матрицами, у вас получается все пространство РН. Ну тогда возникает вопрос, а какому условию должно быть варять бинарное г-пространство, есть бинарное действие, для того, чтобы все-таки объединение двух инвариантов тоже оказалось инвариантом. Наподобие, по крайней мере, эквивалентной классической теории. Вот задача. Я не знаю, для каких бинарных г-пространств объединение двух инвариантов может быть инвариантным. Сюда и человек, куда-то? Так, ну давайте я это пропущу, чтобы не помылять вас. Да, вот. Так, сейчас посмотрим. А, давайте пропущу еще этот слайд. Так. Орбиты произвольного элемента. Как определить орбиту? В классической теории орбита определяется таким образом. Берется точка, на эту точку действует с помощью всех элементов группы, у вас получается некая орбита. Вот здесь так не получается. Поэтому орбиту здесь нужно определить таким образом. Пусть точка X нулевая. Так, вот. Так. Орбита и произвольного элемента X, бинарного г-пространства, называется содержащая X наименьшее инвариантное подмножество. Кстати, вот это определение годится также для классического случая. Что такое орбита? Это орбита точки X, это по сути минимальное инвариантное множество, которое содержит эту точку. Но там по-другому тоже можно определить. G на X. А здесь по-другому не получается. Так минимальные инвариантные можно делать. Но и тем не менее возникает вопрос, все-таки есть случаи, когда, ну, во-первых, заметим, что G, если G мы действуем на XX, то вот это множество обязательно лежит в орбите. Вот спрашивается, а на самом деле может ли вот так, что вот это множество является в точности орбитой? Это было бы хорошо, поскольку тогда получается, что орбиты и здесь я могу определить с помощью действия элемента группы на пару XX. Очевидно, что это не всегда так. Но вот то, что было сказано. Давайте следующее, пожалуйста. Вот. Вот вопрос. Для каких бинарных Г пространств множество GX будет инвариантным? Если инвариантным, то это есть орбита. Очевидно. Так вот, оказывается, что если бинарное Г пространство является дистрибутивным, то вот для таких дистрибутивных Г пространств множество GX инвариантным. То есть орбиту можно определить именно с помощью действия, то есть бинарного действия элемента группы на пару XX. Ну вот здесь возникает вопрос, а верны ли обратные утверждения? Если все вот эти gx-x инварианты, то из этого следует, что у нас пространство является дистрибьютивным. Вопрос открытый. Следующий вопрос. Так, ну давайте я приведу вот еще одну теорему важную. Вот смотрите-ка, продолжение би-эквивариантов отображения. В случае би-эквивариантов топологии мы знаем теорему Титцеглисона. Вот. В случае би-эквивариантов топологии, в случае бинарных g-пространств, справедливо вот такая теорема. Пусть g-компактная группа, x-нормальное бинарное g-пространство, а а замкнутое и вариантное пространство 2-странство x. Пусть далее. Ро некоторое представление группы g в общую линейную группу. Если φ из А в Р в би-эквивариантное отображение, то тогда существуют би-эквивариантные продолжения из х в Р отображения φ. Ну вот это является как раз таки обобщением теоремы Титцеглисона. Следующий стать, пожалуйста. Так. Ну, для того, чтобы не утомлять, давайте я скажу, что здесь происходит. Конечно, когда мы имеем отображение из х квадрата в х, мы можем фиксировать первую координату, вместо х взять произвольное фиксированное топологическое пространство Т. Кажется, что мы рассматриваем более общий случай, но однако вот этот случай более доступный, чем когда мы имеем бинарное действие. Вот здесь похожие результаты имеют место. Давайте я все это попущу. Пожалуйста, следующий слайд. Так, следующий слайд. Оставьте, пожалуйста. Вот когда мы берем вот Т вместо х, то тогда обратимые вот эти отображения как раз те отображения, которые являются изотомиями. То есть, если мы в качестве того, то берем 0,1, тогда обратимые отображения это как раз и изотомиями. Поэтому вот такие отображения мы называем обобщенными изотомиями. Следующий слайд. Пропускаем. Так. Следующий слайд. Пропускаем. И вот точно таким же образом можно определить понятие обобщенного действия группы Г над топологическим пространством Х над базой Т. Следующий слайд. Пропускаем. И когда у нас Т это одноточечное множество, то тогда вот категория, которая получается, категория обобщенных геопространств и эквивалентных отображений совпадает с обычной экварианткой топологии. Ну, давайте на этом я завершу следующий слайд. Пропускаем. Давайте пропустим. В конце, давайте до конца, литературу. Вот. В конце я просто покажу ту литературу, где вот эти вопросы обсуждаются. И при желании вы там можете найти вопросы, относящиеся вот к этой тематике. И если молодые ученые, аспиранты, студенты будут интересоваться этой проблематикой, здесь очень много вопросов. Так что я буду, конечно, покрывать. Спасибо большое. Спасибо. Вопрос есть. Вопросы подал, если есть. Я. Вы так подробно рассказали. Ну, хорошо, я представался. Спасибо.